Все мы прекрасно знаем, что сегмент SUV является уже самым популярным для покупателей по всему миру. И понятно, что многие автопроизводители бьются за клиентов, предлагая на рынке новые поколения моделей или же добавляя в актуальные множество современных функций. И этот автобренд не исключение. Сейчас расскажу вам о новом Opel Mokka. Opel Mokka – мини-кроссовер, созданный компанией Opel и показанный впервые на Женевском автосалоне 2012 года. Продажи начались в середине 2012-го, также продается под именем Waxhall Mokka в Великобритании и Buick & Core в Китае и США. В России цены на кроссовер начинались с отметки 717 тысяч рублей. В 2015 году продажи автомобиля в России были прекращены. В штаб-квартире Opel в Рюссельхайме состоялась мировая премьера кроссовера Mokka второго поколения. Со сменой поколения Mokka перешел на французскую платформу CMP от PCA Group, которая до этого легла в базу кроссоверов Peugeot 2008, DS3 Crossback и последнего поколения хэтчбека Corsa. Начнем с экстерьера. Определенно точно можно сказать, что инженеры кардинально изменили внешний вид. Абсолютно новая остроугольная головная оптика объединена между собой сплошной пластиковой накладкой. Такая концепция получила фирменное название «визор», то есть, другими словами, как бы формирует щит передней части. Оптика по умолчанию светодиодная, а опционально матричная. Тонкие светодиодные полоски дневных ходовых огней сделаны в форме ровного треугольника без одной стороны. Бампер визуально разделен на две части горизонтальной линии, причем нижняя часть выполнена из неокрашенного пластика, ну, видимо, с целью защиты от царапин и потертостей. Решетка радиатора представляет собой тонкую полоску с горизонтальными ламелями, которая в несколько раз тоньше и уже массивного воздухозаборника в нижней части. Капот получил вертикальную грань, а лобовое стекло – больший уклон. В длину кроссовер теперь чуть меньше предыдущего поколения и составляет 4150 мм, а вот колесная база увеличилась на 2 мм до показателя 2557 мм. Сбоку Opel имеет стандартные для сегмента защитные пластиковые накладки, однако дизайнеры создали весьма оригинальную геометрию дверей, благодаря которой нижняя их часть как бы проглядывает сквозь защитный пластик. В целом силуэт кроссовера имеет множество округлых форм и покатую крышу. Сзади стоит обратить внимание на узкие остроугольные фонари, повторяющие геометрию дневных ходовых огней спереди. Крышка багажника получила V-образное ребро, визуально добавив корме стремительности. Теперь название модели нанесено большими буквами по всей длине багажника. Задний бампер стал острее и тоньше по горизонтали, а снизу получил дополнительный стоп-сигнал. Что действительно удивляет, так это контрастная окраска кузова, причем вне зависимости, базовая у вас модель GS или полностью электрическая, вы вправе выбрать цветовое решение под себя. Теперь разберем моторную гамму, которую Opel предложил в новой Mokke. Базовая версия получит трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 литра, мощностью 100 л.с. Есть еще такой же мотор, но уже форсированный до 130 л.с. Дизельная силовая установка на 1,5 литра выдает 110 л.с. Ну и конечно же инженеры не смогли пройти мимо полностью электрической силовой установки, которая представлена 136-сильным электромотором на передней оси и аккумуляторной батареей на 50 кВтч. Что касается трансмиссии, то для модели предусмотрена шестиступенчатая механика или альтернативный восьмидиапазонный автомат для мощной бензиновой версии. Интересно, что максимальная скорость на топовом бензиновом моторе составляет 200 км в час, тогда как на базовых и на электрическом максималка составляет всего 150. Ну и привод во всех случаях передний. Теперь несколько слов об интерьере, а рассказать здесь действительно есть о чем. Сразу же заметны декоративные вставки на дверных картах и торпеда. Все материалы отделки имеют отличное качество. Кресла обиты фабричной тканью, в топовых версиях комбинируются кожей и алькантарой. Что касается цифровой приборной панели и экрана мультимедиа, то в начальной комплектации и тот и тот идет на 7 дюймов, тогда как опционально приборка составит в диагональ 12,3 дюйма, тогда как экран мультимедиа 10,25 дюйма. Водительское место представляет собой некоего рода кокпит, так как все органы управления и система мультимедиа направлены в его сторону. Однако отметим, что инженеры оставили множество физических кнопок управления, а на центральной консоли выведен весьма оригинальный длинный и узкий дефлектор вентиляции. Ну и под ним, уже следуя тренду, находится ниша для беспроводной зарядки смартфона. На смену стандартному селектору переключения передач пришел маленький рычаг. Однако подлокотник и подстаканник разделены и установлены отдельно. Что касается заднего ряда сидений, то не стоит забывать про длину компактного кроссовера. Поэтому весьма закономерно, что место сзади прямо скажем впритык и высокому человеку будет уже не совсем удобно сидеть, упираясь коленями в передние кресла. Ну а багажник новый МОКО получил под стать своему классу в 350 литров. В список оборудования моделей вошло множество уже ставших стандартными помощников водителя, в число которых вошли адаптивный круиз-контроль, ассистент соблюдения скоростного режима, водительское кресло с функцией массажа, автоматический парковщик, система мониторинга рядности движения и камера заднего вида с углом обзора в 180 градусов. Начало продаж нового Opel Mokka в Германии намечено на 1 квартал следующего года. Цены известны. Самая доступная версия с двигателем внутреннего сгорания будет стоить минимум 19 990 евро или примерно 1 миллион 800 тысяч рублей по актуальному курсу. А вот электрический Mokka E без учета госсубсидий обойдется уже в 32 990 евро. Это примерно 2 миллиона 900 тысяч рублей. У меня сейчас все. Самые актуальные новости из мира автомобилей вы всегда можете найти на нашем сайте tarantas.news. Ну а если вы хотите быть в курсе, подписывайтесь на наш канал, выражайте свое мнение в комментариях и кликайте на колокольчик, чтобы ничего не упустить. Всем пока!